Первый рак человека называется вожделение. Точно так же, как мотыльок погибает, когда летит на солнце, точно так же человек погибает от сладкого вкуса, который возникает в его жизни в результате того, что он чувствует необыкновенное счастье от другого человека. Это необыкновенное счастье имеет природу такой вязкой, такой завораживающей силы. Это как ничто иное, как сила магии, чар. «Черные глаза, самые прекрасные черные глаза». Как там поет? Я от них погибаю. И так далее. То есть человек как бы заворован, очарован, заворован, зачарован, заколдован. Черные глаза. Заколдованным человек становится. Заколдованным становится. Ну, то есть, другими словами, страшно. Если ты, допустим, не женат, нормально, супер. Будь заколдован кем-нибудь. Если она согласится за тебя замуж, будет нормально. А если нет, то тогда будет тяжело. Ну, вот проблема заключается в том, что это состояние возникает и у женатых людей, и у замужних девушек возникает очарованно-заколдованно. Ну, то есть у всех это возникает. И это страшное чувство, потому что оно разрушает семью. Мне одни знакомые сказали, что девушка так заколдована была, что нормального, порядочного мужа бросила ради какого-то глупца и потеряла всю свою нормальную жизнь. Страшная ситуация, представляете? Любовь зла, полюбишь и козла. Вот. Ну, то есть это сильное чувство такое, которое человек не может от себя отогнать, ему нужна помощь в это время, нужны старшие, которые ему помогут. То есть это вожделение, оно не запланировано. Это твой выбор. Если ты поддаёшься этой силе, сам начинаешь о ней думать, сильно об этом, этим интересуешься, то она, эта сила тебя окутывает в твою психику. И самое удивительное заключается в том, что этот враг человека, демон, вожделение, он ужасные вещи творит с человеком. Вот представьте, человек любил жену, детей. После того, как вот этот демон напал на него и ослепил его, у человека пропадает всякий интерес к своим детям, к своей жене, как будто они чужие, как будто он никогда с ними не жил. Даже если он их любил и много лет счастья с ними испытывал совместно, он об этом, обо всём забывает в это время. Он ничего не помнит, ему родные дети, неродные. То есть он как будто отшибленным становится, представляете? То есть он вообще не понимает, что у него была семья после этого чувства, когда он возникает. Поднимите руку, кто это видел своими глазами, такие вещи. Страшная сила, правда ведь? Удивительно, как так возможно, что человек у него отшибает мозги, он ничего не соображает в это время. Как действует этот враг человека? Огромная сила, демоническая сила. Поэтому в древней культуре женщины закрывали лицо, старались не смотреть на мужчин, чтобы этот враг человека никогда не зашёл ни в чьё сердце. Мужчины тоже старались с сужими женщинами не разговаривать сильно. То есть была очень сильная культура, вот так вот, когда, ну, культура, мальчики с мальчиками учились, девочки с девочками. То есть культура вот эта межполовая, она была очень сильна, чтобы, не дай бог, у человека мозги не свернуло. Сейчас же наоборот, в интернет выходишь, везде кругом сплошной вот эта вот попытка привлечь человека женской красотой. сплошная вот эта вот сила. Отсюда в России, по крайней мере, 80% разводов, а на Украине, по-моему, не меньше. По статистике. Вот люди, допустим, женились, это значит, что 80%, что они разведутся. Понимаете? Страшно. Это у нас так здесь. А в Индии, допустим, там 3% всего. Чувствуете, какая разница большая? И мы думаем, где у нас больше... Как это называется? Больше... Благосостояние народа. Люди думают, что благосостояние народа это количество холодильников на душу населения. А благосостояние народа оказывается, это способность сохранить семью. Потому что самое ценное у человека в жизни это не холодильник, а жена и дети. Он самое ценное теряет. Понимаете? Не может столько стоить машина, квартира, сколько жена и дети стоят. Правда ведь? Близкие люди самые ценные в жизни. Мы теряем близких людей. Практически 80% вероятности, что мы потеряем близкого человека хоть и живем вместе. Страшная ситуация. И причина заключается в том, что этот враг человека, вожделение, имеет огромную силу сейчас влияния на людей. Никто его не может остановить. Раньше попробуй начни встречаться с чужой женой. С работы выгонят там даже при социалистической культуре. Такой позор. Если человек начальник, его из начальников сразу увольняют. Если он в партии, из партии исключают. Там комсомолицы, из комсомола исключают. Позорище вообще. Человек позорится конкретно, если он так делает. А сейчас нормально. Ну и что? Гуляет и гуляет. Нормально. Это его личная жизнь. Вряд это личная жизнь. А здесь и в этом мире не бывает личной жизни. Все переплетено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok